В прямом эфире «Врач на дом» это программа о самом главном и о самом важном. И сегодня у нас в студии директор клиники современных медицинских технологий Светлана Железнова. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. И представитель клиники современных медицинских технологий Кристина Яропаева. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. Говорим сегодня о компьютерной томографии, об особенностях исследований, особенно об актуальности в период развития коронавирусной инфекции. Помогут нам сегодня наши гости, о которых я вам уже рассказала. Напоминаю, что эфир у нас прямой, телефон в студии прежний, 44-40-47, поэтому в ближайшие 40 минут у вас есть возможность позвонить к нам в студию и задать свой вопрос. Итак, клиника современных медицинских технологий. Светлана, расскажите, пожалуйста, о вашей клинике. Возможно, кто-то не знает, не слышал. На самом деле о нас знают многие. Мы работаем уже практически 10 лет. Мы были первопроходцы частной медицины в компьютерной томографии. И через нашу клинику прошло уже больше 100 тысяч человек. Это однозначно. И, к счастью, к нам редко возвращаются. Мы диагносты. И наша задача быстро, четко и правильно найти причину проблем у человека по здоровью. Тем самым помочь ускорить лечение правильное. И поэтому к нам возвращаются очень редко проверить. Ну, с проверками. И поэтому, наверное, как бы все, когда хорошо, люди забывают. Мы очень об этом рады. Мы действительно гордимся тем, что наши врачи, они работают уже с нами так же почти 10 лет. Они ведущие специалисты и в государственных учреждениях. К нам приезжают из Москвы пациенты, к нам приезжают и из Нижнего, даже из Иваново. Хотя у них очень мощная медицинская поддержка. И, в принципе, все остаются довольны, насколько это возможно, в рамках данных видов услуг в медицине. Ну, вот насколько популярно на сегодняшний день такое исследование, если мы говорим о компьютерной томографии, компьютерной томографии. Вот благодаря коронавирусной инфекции, я думаю, сейчас об этом узнали все, что есть такое исследование, компьютерная томография. Ну, давайте вот в общих чертах объясним нашим зрителям, что такое компьютерная томография. Что мы видим на ней, что смотрим. Компьютерная томография – это современный метод диагностики различных заболеваний, органов, патологий, позволяющий быстро. Практически обследование занимает обычно больше 2-3 минут. Нет никакого у людей дискомфорта при этом обследовании. И, к счастью или не к счастью, благодаря наличию вообще в мире компьютерных томографов, оказалось очень востребовано с появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19, потому что быстро его, оказалось, можно было найти именно в легких. Понятно, что он поражает и другие органы, и есть ПЦР-мазки, которых, наверное, многие уже поняли, что приходилось ждать неделями, а иногда и месяцами. То там компьютерная томография позволила людям очень быстро выявлять, даже в начальных стадиях этого заболевания, легкие поражения, и молниеносно принимать решение о правильном лечении этого тяжелого, достаточно при запущенных формах даже угрожающей жизни заболевания. Мы сами столкнулись в нашем регионе с этим заболеванием в конце марта, и мы были удивлены, насколько это новый вид поражения наших органов. И мы долго его изучали, никаких на тот момент не было. Это был конец марта, я уже сказала, не было никаких директив, приказов, знаний. Все, что мы получили, это был наш собственный опыт, и плюс помощь наших московских докторов, с которыми мы сотрудничали очень плотно все это время, продолжаем это делать, которые нас многому учили, нам подсказывали. И поэтому я могу сказать с гордостью, что, к счастью, мы успели помочь очень многим, поймав эту болезнь в начальных стадиях, что позволило гораздо легче пройти лечение и выхаживание, потому что многие до последнего не понимали даже бессимптомно, она и бессимптомно проявляется с поражением, то есть люди могли не чувствовать до последнего, что им плохо. И вот, наверное, в этом плане компьютерная томография помогла очень здорово, это было хорошо, и вы помните, наверное, тестов не всем хватало, были проблемы, сейчас их уже поставили на поток. И флюорография, к сожалению, из особенностей рентгена, из особенностей поражения, все уже, наверное, знают такое слово матовое стекло, наверное, до этого никто не знал такую картину, действительно не видит там смысл в том, что сам рисунок легких, он выглядит особенно, и просто на обычном срезе флюорографии или рентгена его практически не видно или видно уже на самых крайних стадиях. Сама компьютерная томография хороша тем, что, допустим, она же не только на коронавирус легкий, это быстрая диагностика при инсультах, это быстрая диагностика при онкозаболеваниях, когда можно в кратчайшие сроки сразу поставить точный быстрый диагноз. Это неинвазивный способ, то есть неинвазивный – это безболезненный способ. В отличие его от других, то, что это никакие незакрытые камеры, это абсолютно открытое пространство. Да, это рентгенологическое исследование, и, конечно, он не показан всем, и любому есть такие люди, которые нам звонят и говорят, как можно обследовать весь организм, мы таких не берем. Все, почему? Почему? Ну, это излучение, и хотя оно очень маленькое, как день на солнышке, и оно не рекомендовано, только по жизненные показаниям за раз можно сделать три обследования, а все равно мы людей бережем. Достаточно этап окружающей среды, мы берем, стараемся только показаниям. Но вот с тем же, допустим, онкологией или инсультами, или с болеваниями брюшной полости, там, пищеварительного тракта многих, мы, ну, или виртуальной колоноскопией заболеваний кишечника, здесь, конечно, вопрос стоит о показаниях остро, что нужно сделать быстро, нужно было делать четко, а также при травмах, ну, то есть спектр обследований на КТ огромный. Мы проводим, наверное, порядка 40 видов этих обследований, ну, и стараемся это делать только показаниям. То есть просто человек прийти и скажет, да, у меня ничего не болит, у меня все хорошо, но я бы хотела бы сказать, мы, конечно, тогда такого посылаем к врачу, рекомендуем пообщаться с доктором, и если он назначает, мы примем. Просто так мы не хотим, ну, то есть мы, хоть и коммерческая организация, но таких денег мы не хотим, потому что понимаем, что должны быть показания. Ну, как я понимаю, КТ делается по определенным, да, частям тела, правильно? Ну, не то, что частям тела, я бы так назвала органы. Органы системы, то есть есть головной мозг, есть легкие, то есть в легкие входят и бронхи, входят трахеи, есть брюшная полость, куда входит печень поджелудочная, селезенка, почки, надпочечники, малый таз, мочевой пузырь, матка, простата, то есть вот позвоночник, три отдела, наверное, курс биологии многие помнят. То есть мы берем конкретно какую-то часть, смотря с какая жалоба, мы выбираем, даже не мы, чаще всего это доктор, или если пациент все-таки приходит с серьезными жалобами, говорит, мы выбираем вид обследования, которому необходим, который максимально точно покажет ту или иную патологию. Есть на ней. Ну смотрите, если сегодня говорим больше о коронавирусной инфекции, на сегодняшний день исследование легких бронхов, какую часть занимает в ваших исследованиях непосредственно в вашей клинике? Наверное, вы тоже, все наши уважаемые зрители столкнулись за это время, что плановый прием врачей был закрыт, что были только острые, сложные случаи, много клиник закрывалось на карантине, и, конечно, поток обычных пациентов снизился по понятным причинам. Хотя, я могу сказать, действительно, психология берет свое, меньше стало ложных пациентов. И сейчас, на сегодняшний день, вот с марта месяца, действительно, обследование органов грудной клетки занимает лидирующая позиция, это больше 70% пациентов в день. Вот даже сегодня пример, это, ну, из 100% было 80% это были легкие. Они самые востребованные. Конечно, таких нагрузок клиники подобной нам не испытывали. Мы работали все первые несколько месяцев в тяжелом режиме, было сложно, и было страшно, так же, как и всем. Сейчас понимание, слава богу, приходит. Мы понимаем, что опасность не ушла. Она, действительно, благодаря работе врачей, многие из которых даже, могу сказать, пожертвовали жизни, из наших даже знакомых, кто-то тяжело перенес. COVID оставляет последствия, которые еще до конца не изучены. И люди подрасслабились, что нас очень сильно напрягает. Мы не хотим проходить то, что мы уже проходили. Вот в начальных это был апрель, май, июнь, полиюля, когда мы просто вот, ну, мы падали от усталости. Притом мы тоже так же боялись у нас всех семьи, дети, родители. А вот если, да, заговорили о том, боялись, не боялись, расскажите, какие меры принимаются у вас в клинике? Потому что, ну, как я понимаю, рентген легких, КТ легких, КТ грудной клетки, это все-таки, возможно, подозрение на COVID. Естественно, страшно. Тем, кто еще тоже пришел. Сейчас, наверное, Кристина расскажет. Только я тем, как она скажет. Вы понимаете, сейчас любой пациент, который к нам приходит, у нас всегда будет подозрение на COVID. Потому что именно вот та ошибка, которую совершали врачи, когда принимали, допустим, 4-я городская клиника, это инсультники, это лекардиоцентр, сейчас проверяют всех в обязательном порядке пациентов, поступивших. Это правильно. А тогда, ну вот, когда все начиналось, такого не было. И вот поэтому были столько карантинных мер, было принято в больнице, они закрывались одна за одной, на карантине много врачей заболевало, пациентов. Сейчас вот в любом случае любой пациент приходит, это потенциально. Мы считаем, что у нас нет разницы, думали мы, что он его на COVID-19 следует, или, допустим, позвоночник. Мы все равно принимаем меры одинаковые. Хорошо. Сейчас о мерах обязательно поговорим. У нас на линии зрителей. Давайте вначале дадим слово зрителю. Алло, здравствуйте, Игорь. Вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос. А что лучше, компьютерная томография или магнитно-резонансовая томография? Все зависит от того, что именно вы хотите исследовать. О каком исследовании идет речь? Нет понятия лучше ли хуже. Магнитно-резонансный видит лучше мягкие ткани, сухожилия, суставы. Компьютерная томография пола, как легкие, мозг. Все зависит все-таки от того, допустим, мы не видим гипофиз, а они не видят легкие. Мы хорошо видим придаточные пазухи носа, а они не видят. То есть компьютерная томография нужна ткань. МРТ нужна ткань, но компьютерная томография она не нужна. Если мы говорим о коронавирусной инфекции, то это однозначно... МРТ бесполезно. МРТ ничего не увидит, это однозначно компьютерная томография. Итак, меры предосторожности. В середине марта, еще как только мы узнали о предстоящей пандемии, мы очень серьезно подошли к этому вопросу, на самом деле. И так как не было еще никаких ни указаний, ни протоколов, санпинов, соответственно, мы действовали с аккуратностью и осторожностью. Но в первую очередь мы, конечно, закупили в достаточном количестве бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха. Также очень большую роль мы отвели в безопасности наших сотрудников, так как они непосредственно контактируют. Были установлены экраны, мы закупили средства защиты класса, в них входят это респираторы 3D, самые лучшие респираторы на данный момент, противочумные костюмы, также очки, перчатки, бахилы, всего было в достаточном количестве. И это только благодаря тому, что мы закупили это заранее. То есть мы немножечко тут переиграли время и услышав, да, как-то немножечко, как сказать, подстелили подушечку. Также было принято решение принимать, перейти на особый режим работы. Мы принимали пациентов строго по записи, оставляя определенный промежуток времени между пациентами, чтобы они не встречались. Соответственно, таким образом мы минимизировали распространение инфекции. И, конечно, уделили большую часть именно обработке помещений. То есть изначально мы обрабатывали хлоросодержащими средствами, но потом, как показала наша практика, практика наших московских коллег, конечно, таким средствами очень тяжело обрабатывать, потому что все знают, что хлорка, она очень пагубно влияет на здоровье человека. И мы перешли на спиртосодержащие средства. Готовим сами раствор. У нас тоже, благодаря нашим коллегам из Москвы, подсказали нам один из лучших растворов. Это 70% спирт с глицерином. Глицерин смягчает кожу рук, соответственно, немножечко обезопасивает. А спирт обеззараживает. Спиртом также мы обрабатываем компьютерный томограф после каждого пациента. Ну и хочу, наверное, не могу не отметить сплоченность и слаженность работы с полной ответственностью наших сотрудников и коллег столичных, с которыми мы постоянно на связи, которые нам подсказывали много, что мы тоже подсказывали, обменивались опытом. Ну и, наверное, самый главный показатель того, что мы все делаем правильно, это за все время работы нашей клиники в условиях пандемии у нас не заболел ни один сотрудник. Мы постоянно сдаем все анализы и как бы, слава богу. Вот, кстати, КТ, наверное, тоже всем сотрудникам делаете? Нет, конечно. Ни в коем случае. Конечно, мы такие же были, мы живые люди. И мы очень боялись. И если у кого-то из сотрудников становилось... Ну там, любой симптом для меня был сигналом. Я очень не к берегу. Каждый для меня, как уже семья, я еще раз повторю, что мы 10 лет вместе, у нас практически не меняется коллектив, я прибегали КТ в самом крайнем случае, если уже начиналось непонимание с тестами или сдачей крови. Потому что, я еще раз скажу, должны быть показания. Конечно, показания контакта с подтвержденным ковид-заболевшим должны быть сигналом. Но это не значит, что сразу надо бежать делать КТ. Это ни в коем случае. В любом, при любом раскладе, да, симптомы ковида меняются. Вот за 4 месяца, что мы работаем, наши пациенты уже настолько, вот виды изменяются каждый месяц, что нам достаточно там, из их 100 пунктов, 3 показания и 100. Вот они постоянно, то они вот идут такие, потом они идут другие. И своих обследовательных мы обследуем только в случае, если, ну, либо он сам проявлял желание, там, я вот хочу успокоиться, пожалуйста. Тем более на нашей передовой находятся лаборанты, они действительно передовой, они работают с этим, с пациентами, администраторы, которые работают с этим пациентами, но они у меня как солдаты. То есть я вам сказала, ученки, одна из вас выпадет из строя, потянем всех однозначно. И они настолько, соответственно, подходят, я ответственна к этому вопросу, что я не боюсь за них. Мы делаем все правильно, если мы не болеем. Это, я думаю, главный показатель того, что все правильно. Вот и Светлана, и вы, Светлана, и вы, Кристина, не один раз упомянули о взаимоотношениях с московскими коллегами, об обмене опытом. Вот расскажите поподробнее, каким образом взаимодействуете, как говорится. Да, это очень интересно было, потому что, конечно, прямых контактов вот таких сразу не было. Было непонятно, кому будут везти пациенты в Москве. Наверное, все помнят, уже в середине, к концу марта это уже были очереди из 40-50 скорых, которые везли пациентов. Никто не знал, как действовать. И у нас просто казалось так, что несколько сотрудников были совместителями из Москвы. Пришел новый сотрудник, она была совместителем Москвы, работала у нас. И один из сотрудников полгода примерно назад, в декабре месяце, примерно уехала туда. И вот они оказались первыми под ударом. То есть еще мы об этом ничего не знали, и мы просто начали быстро обмениваться информацией. Они нам присылали видеоуроки, они нам присылали, как их учат, показывали, ну, то есть такую поддержку колоссальную. Я благодарна этим девушкам, которые настолько быстро нас влили и дали возможность адаптироваться гораздо мягче и без последствий к этой ситуации. которые и они были не готовы. Москва оказалась под ударом, я еще раз повторю, первой. И когда даже там были, рассказывали наши пациенты, которые там приезжают, ну, работают в Москве в больницах, ну, там обычно это младший персонал, средний персонал, они приезжали, рассказывали, что там целыми отделениями, еще даже не понимая, что происходит, вот люди заболевали, мы уже были подготовлены. И сама клиника, как говорится, то, что видит специалист при компьютерной томографии, если это ковидный больной? Если это говорить ковидному больному, при обследовании идет сканирование легких. У томографа отличается от рентгена, что если у рентгена это две проекции, то есть как фаз-анфаз, то компьютерный томограф снимает орган по спирали, делая так называемые срезы, и формирует этот каждый снимочек в 3D объемное изображение, которое доктор уже рассматривает во всех проекциях, и даже если самые маленькие какие-то чешки, которые невозможно вообще никак по-другому видеть, он видит. Они очевидны, и мы сначала так и писали, что подозрение на вирусное понимание, там полисегментарное вирусное понимание, сейчас мы конкретно пишем, что это вирусное понимание, вероятность ковид-19, пишем какая стадия, пишем какая легкая, средняя и тяжелая, то есть их, ну и сейчас уже классификация выработана, и все, конечно, вот это взаимодействие и нас, даже врачи наши не сразу поняли, что вот нужен томограф, им когда Москва, вы, наверное, все помните, писала, что закуплено 50 этих томографов, наши врачи еще не знали, по старым протоколам, это рентген, это флюорография, сейчас мы очень хорошо взаимодействуем с многими, большинством врачей городских клиник, где нет томографов, и они оперативно рекомендуют пациентам все-таки пройти это обследование, и тем облегчают как бы и течение болезни пациента, и ускоряют время лечения, диагностики, и сразу скажу, очень важно, что паниковать не надо, даже если у вас диагностировали, это звоночек о том, что нужно, если это легкой стабили, если небольшой процент поражения, то однозначно просто вовремя начатое лечение, это действительно, это грипп, я могу сказать, что все-таки коронавирус это ближе к гриппу, просто с более сложным, непонятным течением, и кто-то его действительно переносил как насморк, кто-то очень тяжело выхаживался в больницах, здесь паниковать не нужно, и нужно понимать, что опасность не ушла, вот хотела бы прям обратиться к зрителям, и сказать, что вот сегодня наблюдала в больших местах скопления людей, абсолютно люди забыли о том, что опасность никуда не ушла, и люди без масок, и им помыв руки, сели кушать в ресторане, сегодня у нас было 13 легких, и 12 из них с ковидом, это огромная цифра для обычного дня, то есть такие процентности, если брать именно процентность, ведь мы не одни, еще столько же пришли в другие клиники, кто-то не дошел, показатель, что будьте просто внимательны, жить можно, просто нужно беречь себя, своих близких, и тогда мы сможем все вместе это все остановить, иначе это распространение не кончится никогда. У нас есть еще один звонок, алло, Евгений, мы вас слушаем. Алло, Евгений, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, слушаем вас. Так, значит, вопрос такой, у вас прием ведется только по направлению врача или в свободном режиме можно? Угу, ответим на ваш вопрос после небольшой рекламы, не переключайтесь. Вы смотрите «Врач на дом», эфир прямой, у вас еще есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 44 40 47. Говорим сегодня о компьютерной томографии как метод диагностики, в основном как метод диагностики коронавирусной инфекции. И до рекламы был звонок, зритель спрашивал, обязательно ли направление врача или можно прийти самостоятельно. Вот, Светлана, как это делать? Вот здесь я скажу так, вот именно что касается симптомов ковида, я рекомендую не нагружать сильно врачей, которые и так у нас работают, очень тяжело, их стало меньше, и они очень тоже устали. И если есть симптоматика показания, придите и успокойтесь, либо вот уже с готовыми результатами можете обратиться к врачу. Ну что, вот у вас подтвердилось, ну это правильно, и мы выработали, что да, действительно, пациенты с определенными жалобами мы принимаем без направлений. И опять же, если есть показания у вас, что-то вас беспокоит, мы поможем. Хорошо, показания. Кристина, какие должны быть показания? Как Светлана сказала, конечно, если мы говорим вообще показания по КТ, то в стандартной ситуации это обычно прием врача и, соответственно, направление и уже к нам, так как это является как последним звеном перед постановкой диагноза, соответственно, эти исследования они как точечку такую ставят. Но сейчас мы живем не в обычных условиях, в условиях пандемии, распространения коронавирусной инфекции, и мы столкнулись вообще с таким, что не то, чтобы врачей не стоит нагружать, а их просто нет, я непосредственно работаю с врачами, и они болеют, они такие же обычные люди, как и мы. И я сталкивалась с таким, что просто один врач из шести ввел прием за целый день. Конечно, и ответственность за здоровье у людей пала на них самих, и они сами уже вправе принимать решение, стоит ли обращаться и как диагностировать. Я могу сказать так, вот на протяжении всего времени мы выделили определенное количество, это, конечно, высокая температура в первую очередь, это затруднительное дыхание. Давайте так, высокая температура, что считать высокой температурой? Для кого-то и 37,2 высокая температура. Ну, 37,2 – это, наверное, не температура, да, в любом случае. Бывает и 37,2. То есть, если это затяжной период, как правильно считается, 3-5 дней температура не проходит, это звонок. Если это тяжелый кашель, это звонок. Все опять же длительный период. То есть, если мы за 3 дня, ну, бывает такое, когда человек вышел и простыл, да, это не значит, что нужно сразу бежать на кот-этамоку. Хотя у меня были такие, когда мне звонили и говорят, ой, я только что там чуть-чуть сперла дыхание, мне, наверное, пора. Ну, то есть, безусловно, мы все равно как бы адекватно рассматриваем все эти ситуации. Потом пропадание обоняния. То есть, зачастую мы с людьми, когда работали, очень у многих... Такой показательный симптом, да? Да, да. Также, ну, затруднительное дыхание, наверное, спертое дыхание, когда вот на самом деле были даже случаи, когда человек не мог говорить по телефону. То есть, у нас администратор не могла записать человека, потому что он настолько, вот у него не хватало дыхания, чтобы сказать там элементарную фразу «Я могу там тогда-то». Вот. То есть, это все является звоночком для того, чтобы пройти обследование или хотя бы задуматься. Конечно, не стоит, как Светлана сказала, паниковать и там ударяться в какую-то истерику. Все всегда должно быть конструктивно. То есть, если... Как это происходит? Сам процесс записи на приемы и так далее? Вот схема? Ну, схема простая. Мы находимся, во-первых, в городе Владимир, на улице Большая Нижегородская, 81. Это здание химзавода. То есть, у нас очень удобное расположение, прямо на остановке. Также можно позвонить по телефону 60 08 92 и записаться. У нас работают администраторы. Они работают практически круглосуточно. То есть, телефон у них всегда с собой. Можно позвонить любое время. Администратор скажет возможное время, когда может прийти пациент. Ну, мы введем небольшой опрос, так как безопасность наших сотрудников и наших пациентов превыше всего. Поэтому у нас есть четкая таблица, когда мы можем на какое время записывать. И, соответственно, уже, если не сказал самый главный, наверное, фактор, это контакт с заболевшими. Очень многие люди к нам приходили, даже целыми семьями, так как просто там папа контактировал с кем-то там на работе. Соответственно, мама и все остальные, там сестры-братья также приходили на КТ. То есть, это все исключает возможность заболевания. Соответственно, помогает людям как в дальнейшем, либо же быстро отреагировать и как бы с помощью лечения побороть эту болезнь, или же просто успокоиться и понять, что их иммунитет сработал хорошо и не в зависимости от того, были они в контакте или нет, все-таки они не заболели. Но чаще всего, я скажу по нашему опыту, контакт все-таки приводит к заболеванию. То есть, если был контакт, скорее всего, будет заболевание. Скорее всего, да. То есть, редкий случай. Это, ну, тут, как бы, скажем так, если контакт был, но было соблюдение дистанции, было соблюдение, то есть, всех санпин-норм, то, конечно, шансы не заболеть высокие. А так, в основном, это как какие-то... Бытовой путь. Да, бытовой путь, то есть, близкое какое-то общение, соответственно... Большие компании в маленьких помещениях. Да, да. Попили там из одной чашки. Бытовой путь, действительно, это основной путь. То есть, не только вот в больших пространствах сложно его поймать настолько, чтобы это привело к серьёзным последствиям. А вот скопление людей в больших количествах в замкнутых пространствах, однозначно, это не есть хорошо. Меры предосторожности – это маски. Говорят, помогают, не помогают. Мы сейчас от респираторов ушли. Всё-таки мы пришли к маскам. Маски помогают. Да, мы их меняем достаточно часто. И я всё-таки за то, что даже просто, если я здоровая, но вы больная, и вы покашляли, и ваш воздух, всё равно, не такое количество вирусов попадает в воздух, который я вдохну. И, возможно, для меня это вообще пройдёт легко. Думайте о других людях. Плохо то, что мало думают. Я хотела бы давать по поводу Кристины вот к её словам. Чаще всего, вот по практике, мы видим, что пятый день с начала первых симптомов, он уже первопоказательный. Торопиться с первыми симптомами. Вот сегодня температуру подняла, завтра есть, не надо бежать. Ничего никто не увидит, ни ПЦР, ни мы. Пятый день, он уже более информативный, и уже что-то можно понять. Опустилась в лёгкие, не пустилась. Если уже какая-то такая, вот серьёзные последствия, или нет. Но если дать просто человеческие рекомендации, если вы чувствуете себя плохо, однозначно обильное, тёплое питьё. Не надо переносить это на ногах. Останьтесь дома на 5 дней. Попросите вам, выпишут всё равно больничные, потому что если по ОРЗ есть температура, есть, выпишут. И субфибрильная температура, то есть 37,2-37,4, долго она тоже показать. Это молодых чаще всего так и проходит, что высокая температура поднимается больше у пожилого возраста. Их я вообще прошу очень беречь. Думайте о своих близких, мамах, папах, дедушках, бабушках. И здоровье им сложнее. У них организм уже не настолько сильный. И их надо больше беречь. Поэтому 5-й день рекомендация, как наша практика показала, уже становится очевидной. То есть как практикают процессы. Но правильное лечение, как мы с гриппом боремся, то есть это обильное кисленькое питьё, тёплое питьё, его много, лёгкая пища, отказ от вредных привычек. Оно поможет вашему организму, что даст возможность, вероятность огромная есть, того, что он не опустится ниже и его остановит барьер ещё до этой стадии, вот пока до лёгких. Поэтому здесь, конечно, большая просьба всем людям следить за собой, конечно, внимательно. Температура не у всех, однозначно. Но один из симптомов какой-то всё равно будет. И отсутствие обоняния, или вкусовые. И у некоторых, наоборот, они очень поднимаются, прямо как есть не могут. Может начать скакать давление неожиданно. То есть я не говорю о гипертониках и людях, склонных к метеочувствительных. Я говорю о людях, которые знают, что у них нормальное давление, а у них реально начинает оно ни с того ни с сего скакать. Это тоже сигнал, но это не сигнал бежать сразу к нам, а сигнал, чтобы присмотреться лучше к своему здоровью. И если картина начинает не меняться, то однозначно позвонить, записаться и провериться. Это безопасность вашей семьи. У нас были семьи, которые приходят, где один болеет, остальных просто носителей они оказались, где один не болел, а вся семья свалилась. То есть сказать четко, какой он, никто не может до сих пор. Иначе бы мы уже нашли, как быстро с ним справиться. Но вот такие вещи, просто будьте более внимательны, более благоразумны, не расслабляйтесь. Сейчас рост может пойти вверх, это уже не скрывается. Это уже афишируется, а в открытую говорится, даже высоким уровнем правительства, Роспотребнадзора. Но только в наших руках сдержать вот эту волну, потому что мы входим в сезон остро-распиратурных вирусных заболеваний. Давайте накладывать грипп на ковид, просто берегите себя, соблюдайте мер безопасности, как мы это делали в начале. Поэтому вот пока мы держались, он пошел на спад, мы с ним справились. Сейчас картина начинает меняться. И поэтому огромная просьба к людям, не расслабляйтесь, мы входим в сезон. И только от вас всех зависит, как будет дальше. Либо это будет катастрофа, либо мы потихонечку с ним совместно справимся, просто оставшись внимательно. Иммунитет, он уже доказан, он непродолжительный. И даже если вы переболели, это не гарантия того, что вы не заболеете снова. Поэтому будьте просто человечней, ответственней. И тогда, я думаю, что все будет гораздо легче. Потому что люди действительно расслабились. Это угнетает, это удручает. Это имеет уже сейчас последствия. А что будет дальше, если не изменится? Посмотрите на москвичей. Действительно, люди справились. Москва справилась с заболеваниями, но у них спало катастрофично низко. Мы очень не были. Но Москва в масках. Но 1 августа сказали, оштрафовали по 5 тысяч. И теперь у меня муж работает в Москве, и дочка туда уехала. Вы не увидите людей в общественных местах без масок. Это правильно. Это защита. Хоть такая защита, но она помогает, потому что действительно, мы же не хотим опять засесть дома. И мы, только вы можете решить, помочь решить эту проблему, чтобы нам эти темпы роста опять не нарастить. Светлана, если вернуться к компьютерной томографии, правда ли, что может на, допустим, тесты ПЦР давать отрицательный результат, а по компьютерной томографии видно, что это пневмония, ковидная, не ковидная? Нет, но то, что видно ковидно, не ковидно, видно всегда. То есть отличить по компьютерной томографии можно... Отличить ковидную. Мы теперь ее закрытыми глазами уже понимаем. Да, ковидная картина пневмонии, она в корне отличается от любой другой пневмонии, даже вне больничной, другой вирусной. А по поводу... Тесты, ПЦР-тесты? Ну, конечно, ложно... Посмотрите... Вот что можно раньше покажет ковид? ПЦР или КТ? А вот здесь, знаете, эти два способа, метод, да, это два метода диагностики, конечно, они друг друга дополняют. Если мы уже видим на легких осложнениях, ну, здесь уже никакой ПЦР-тест не нужен. Но если вы сделали томографию, а у вас чисто, но вы все равно себя плохо чувствуете, это либо вы рано пришли, либо действительно ваш организм борется за всех сил, чтобы не пошло в легкие, и ПЦР-тест здесь может показать. Отрицательных много, особенно было поначалу, очень много. Первая причина, мы не знали правильно, как брать, как любые, как правильно брать мазки, никто не учил, ПЦР-тесты пришли. Но это везде. Так же, как и мы, не знали какая-то картина, сидели, смотрели на первого пациента, его легкие, и мы не понимали вообще, что это. Сейчас мы точно четко знаем, что вот такая картина. То есть, когда ты рассталкиваешься, понятно, что, ну, как бы, есть небольшие промашки. Поэтому я рекомендую однозначно, если вы начинаете, на первый день не покажет, скорее всего, не ПЦР-тесты, не КТ. Поэтому я говорю, не паникуйте, не бегите, поберегите себя. Возможно, вы своими силами справитесь, думая о том, что это грипп, и просто защищая свою семью, ну, просто не пейте с ними из одной чашки, не пользуйтесь одной посудой, старайтесь не иметь близко, вот, все-таки, в своей спальне, в теплом плете, под деялом, пускай они вам приносят в масочке еду, в воду, то есть, вы все равно можете их защитить. А уже, если вы чувствуете, что идет ухудшение, и вы делаете КТ, это быстро, то есть, результаты мы даем быстро, в течение этого дня, зависит, ну, до 3-4 у нас практически все пациенты результаты получают. То есть, в этот же день по церкви, к сожалению, это придется подождать, вот, и то, что тесты, даже сейчас по протоколам, их надо сделать 5, ну, как бы к нам редко после ковида возвращаются, если только очень тяжелого, потому что обычно врачи быстро, оперативно назначают точное лечение, и человек быстро отходит, ну, выхаживается. И возвращаются только те, кто либо затянул, вот, приходят, вот, тянут, думают, ну, там, продуло под кондиционером. Вот такие у нас были очень много тяжелых, которые к нам приезжали, но вот они не к врачу, ну, продуло, я простыл, ну, это же нормально летом простывать под кондиционером. Но здесь добавлялись другие симптомы, которых, которые не было, но они на это не обращали внимания, поэтому уже пациенты, приезжавшие к нам вот летом, они были, их было меньше, когда уже вот стали все, ну, скажем так, вот в июне еще все-таки содержались в масках, вот в июле пошел спад, вот они тяжелее, потому что, вот, все расслабились, ковида нет, мы победили, не победили. И так буквально 2 минуты, да, добавляйте. Еще хотела добавить, что все-таки тут плюс к этой исследовании идет в том, что доктор сразу увидит, насколько поражены легкие, то есть все-таки... То есть тяжесть картины. Да, то есть все-таки тест он даст, только да, нет, все. Кристина, еще раз, где находитесь и телефон? Мы находимся, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 81, телефончик наш 60-08-92. Итак, и желательно не раньше пятого дня начала заболевания, компьютер-томографии, если оптимальный, то есть оптимальный, конечно. Светлана, и вам еще раз обращение к нашим жителям, я по поводу профилактики. Не один раз сказали, но думаю... Я еще раз повторю, уважаемые владимирцы, не только владимирцы, и жители регионов, и других регионов, только в наших руках справиться максимально с этой бедой, которая вот неожиданно нас всех застала, и быть более гуманными друг к другу, и беречь друг друга. Прошу вас, действительно, берегите себя, своих детей, близких, окружающих, родственников, друзей. Достаточно сохранять те меры, которые нам рекомендует Роспотребнадзор, ношение масок, пусть не в перчатках, но обработка рук после магазинов, продуктов. Это будет достаточно. В общественном транспорте вы же понимаете, что сохранить станцию там очень сложно. И ваша маска может действительно вас оберечь, либо вообще не заболеть, либо это сделать очень легко, потому что зависит, тяжесть заболевания все-таки очень сильно зависит от того количества вируса, которую вы вдохнете. Спасибо, спасибо большое. Напоминаю, что наши гости сегодня это Кристина Яропаева, представитель клиники современных медицинских технологий и Светлана Железнова, директор клиники современных медицинских технологий. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего доброго.